Добрый день. Позавчера делал видео в Германии по прощадкам Suzuki S4, который красненький такой, был интересный. И вот разница в Польше, цена. Там была цена 6000 евро. Здесь такое же примерно состояние, только пробег чуть больше. Она цена 3,5. Вот Suzuki. И там было сидение разорвано. И меня немцы убеждали, что это просто ошибка. И пробег там оригинальный, 78000. Здесь сидение я ключи уже отдал. Неудобно тогда было снимать при владельце. Он там продавал другую машину. Но сидение здесь целенькое абсолютно. Просто без взрыванина, без ничего. Руль тоже с перфорацией. Такие же проблемы, как и на том, сужилки было. А так, по покраске. По краске, по краске. Здесь вот это крыло, переднее. Бьется 250 микрон. Здесь. Вот здесь как раз. 250 микрон. То есть, подолит немного лаком. Всесезонная резина. 116 бензин. Десятый год с фаркопом. 3,5 евро. Дешевле, чем в Германии. Audi B7. А четвертая в B7 кузове. Диски. Диски красивые. Пробег. Так, сидение. Ну, потом чистить нам. 239 пробега. Двухлитровый дизель. У нас 140 лошадей. Цена. 13900 злотами. То есть, это 3. Ой, 3600, если не ошибаюсь. Кактус. Кактус это автомобиль из будущего. Судя по дизайну салона. 1,2 бензин. 215 пробега. 15-й год. Новый ГРМ. Видно. Показано. Кактус. Ну, салон, конечно, да. Салон. Корпедо. Экранчик. Придурок поехал. Так, вот такой кактус. Цена, 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 по-моему, 8,5, если не ошибаюсь. Переводим это все в доллары. Да. 8,5. Так. АХ-35. 11100. 14-й год. 2-х литровый дизель на 170 лошадей. Нет, 109 лошадей. 170 пробег. 11500. Нет, подожди. 11100. Господи. Путаюсь. Кожа, механика. Покраска не пробивал. Нету на нее заявок. Опель, 18-го года. 8. Цена в долларах. 1,2 бензин. Пробег 118. Небольшой пробег. Систенка резина. Салончик. Текстиль. Механика. Переступка. Климат. Ну, обычная машина. Трехдверка. Ничего интересного. Так. Шведский лось. Шведский лось. 2,4 дизель. На 185 лошадей. Самый, в принципе, классный мотор. Для Европы. Тут еще 4,4 был. В таких версиях. Ямаховский движок. Ну, 2,4 тоже, в принципе, нормально. 4, так. 5. 5 долларов. С 6-го года еще дорестайл. Хотя, длитель на 185. А они шли уже рестайлинговые. А по задним фарам, по передним бамперам видно, что это дорестайл. Сидение, конечно, пробег 308. Сидение, можно сказать, в клочья. Ну, 308. Даже не знаю, если честно. Мне кажется, что у нас сначала 308 пробегало по Германии. А потом еще здесь. 1200. Так, форт Эдж. Цена, так, 25 и... О, 30. 30 баксов. Это у нас 2-литровый дизель. Европейка. И от нас и вот. 180 тысяч пробегов. Вот такой вот. Красавец. BMW. Боли и страдания. Называется. 2-литровый дизель. 229 пробега. 33 900. Говорил с хозяином. Он говорит, что... А дать ее за 30. То есть за 8,5. Кожа, механика. 2-литровый дизель. Ну, неплохой мотор, по-моему. Если не ошибаюсь, N47. Двигатель здесь стоит. Покраска, говорю, вся целая. Ничего не крашено вообще. И Mazda. Mazda, Mazda, Mazda. 9 500. То есть за 9 он отдает. Тоже полностью все в равной краске. Пробивал толщиномером. 12-го года. CX-5. 169 пробега. Вот такой вот вариант. Неплохая цена. За такой год. 2-литровый дизель. По-салончику. Тут тоже все чистенько. Заглядывал. Открывал ее. Смотрел. Механика. Он говорит, ездил на ней на море. Расход средних 6 литров. При 120. Хороший автомобиль. В принципе, за 9 он ее отдаст. Долларами. Ну и последний экземпляр. РАВ-4. Второго года, если не ошибаюсь. Полностью сделанное днище. Потому что сгнило. К чертям. Чтобы можно было ногами тормозить. Сейчас все сделали. Обработали. 10 злотами. Это, господи. 2,5 доллара. Вот такой. Самое интересное. Это, в принципе, это Сузуки С4. Который в Польше стоит дешевле, чем в Германии. На 2,5 тысячи долларов. Примерно в таком же состоянии. Всем добра. Боевой не смотрим. Боевой это боль.